так хорошо видно да да ну я наверное сегодня начну не знаю успели закончить свой рассказ про регулярные заманодромные деформации вот ну в частности я бы хотел рассказать про такую про работу которую мы сейчас пишем с мартой мазок а и володей рубцовым и в общем то наверное основной основная как бы основное достижение которое мы добились это такое более менее универсальное описание гамильтоново описание для регулярных из монодромных систем ну то есть я немножко напомню начну скажу про фуксовые системы то есть фуксовом случае ну что мы изучаем что такое за монодромные системы у нас всегда есть связанность с простыми плюсами в n точках в n плюс одной точке такого вида и далее ну вот как бы утверждение такое что мы хотим варьировать там полюса чтобы матрицы монодромии для системы дель амда psi равняется а psi не менялась и ну более-менее там уже довольно классический результат что если мы рассмотрим такую деформационную один форму то условия нулевой кривизны для вот как бы такой связности а плюс большая мега как раз таки будут давать и за монодромную систему вот но более того мы как бы в фуксовом случае довольно много знаем про вообще про то как написать такие уравнения в гамильтоновом виде вот и ну во первых то что фазовое пространство нашей системы это просто прямое произведение n плюс 1 к присоединенной орбиты алгебры ли ну а мы да давайте зафиксируем какую-то алгебру ли в которой у нас связность существует вот и собственно фазовое пространство для таких деформации для фуксового случая это прямое произведение орбит факторизованное по действию калибровочной группы ну и соответственно понятно да что вот эти прямые слагаемые это симплектические симплектические многообразия соответственно все м от симплектическое многообразие понятно что как бы фазовое пространство оно тоже будет симплектическим многообразием но гамильтонианы которые задают нам вот динамику изомонодромную они даются шлезинджеровскими гамильтонианами ну вот в такой форме ну или можно записать явном виде сколько на сколько матриц да все равно на самом то есть они принадлежат некоторой алгебре ли же ну давайте тоже сразу что такая алгебра там хорошая да там есть форма киллинга то есть же она изоморфно там же со звездочкой через форму киллинга вот ну да наверное это все что я требую требует этой алгебры никакой полупростоты или простоты не надо но можно думать о случае там если лен вот и до в случае сл 2 и четырех точек мы получаем уравнение пинлеве 6 вот ну и как бы данном случае задача довольно понятно и то есть мы деформируем положение полюсов некоторые такая в каком-то смысле понятно что такое деформационные параметры понятно какой у нас фазовое пространство понятно какие гамильтониана вот ну что еще про фукса в случае можно так может быстро сказать еще как бы известно некоторые результаты про квантования именно что деформационное квантование системы там шлезинджера да которая получается это просто вот эту гамильтонианами дает нам уравнение к z вот ну и более того естественно что это все как бы интегрируемое в том смысле что у нас гамильтонианы которые мы получаем они не автономные это деформационные параметры явно входят гамильтонианы вот и ну как бы интегрируемое в данном случае значит вот что значит у нас гамильтонианы они как бы коммутируют но пуассонова это в обычном случае если бы у нас была автономная гамильтонова система не автономном случае данное условие заменяется условием некоторые нулевой кривизны вот но вообще говоря более того это условие может немножко ослабить можно сказать что вот такие выражения которые мы здесь в фуксом случае она на самом деле так и есть более того она расщепляется на два выражения то есть гамильтонианы они во-первых и коммутируют а во-вторых у них вот такие кросс производные равны нулю вот но в принципе данное условие можно немножко ослабить и вместо того чтобы искать как бы говорить о том что вот такая конструкция скажем так кривизна равна нулю можно вообще говоря требовать чтобы она просто равнялась казимиру в данном случае фуксом случае все хорошо равняется нулю они там коммутируют кросс производные тоже равны нулю и собственно про этот случай все более-менее известны вот с другой стороны про регулярные заманодрованные деформации что-то известно что-то нет вот и как бы мотивация для вот всей этой работы всего этого сюжета была такая то есть какие цели у нас первое это ну описать фазовое пространство для регулярных систем ну причем описать это фазовое пространство тоже виде некоторого такого объекта из алгебры ли то есть хочется понять а вот что на что мы должны поменять к присоединенную орбиту из фуксового случая чтобы получить какой-то регулярный случай о второй момент это то что хотелось бы еще написать гамильтониана для деформационных уравнений и и наверное третье вообще понять кто такие деформационные параметры потому что получается на самом деле ситуация следующая что в случае регулярных изомонодромных информации но вот если мы например возьмем какую-нибудь изомонодромную задачу для пенливе 2 изомонодромная задача она имеет вот следующий вид давайте так быстро напишу плюс что-то плюс и t пополам что-то минус и t пополам и здесь что-то вот и еще такая вот матрица да то есть так ну тут вместо z должны стоять лямбда давайте поправлю вот и вот вот эти вот вот это что то что я здесь написал это просто ну какие-то функции зависящие от у и да вот соответственно есть деформационная один форма но если мы вообще посмотрим на вот эту вот и регулярную систему которую мы рассматриваем для пенливе 2 то деформационные параметры становятся какими-то кусочками при коэффициенте там z минус второй степени если смотреть на бесконечности то есть если мы например так сходу возьмем и зададим какую-нибудь и регулярную связность с полюсом порядка 3 на бесконечности не уточняя где у нас деформационный параметр то понять что именно вот это выражение должно стать деформационным параметром довольно непросто и какого-то там особого смысла по крайней мере насколько я знаю этому параметру никогда не придавался то есть существует действительно уравнение пенливе для них для всех существуют изомонодромные задачи и для пенливе 6 это фуксова система про которую мы знаем довольно много но для всех остальных уравнений у нас уже появляются некоторые и регулярные изомонодромные задачи и вот деформационный параметр в этих задачах он как бы известно как как записать эту изомонодромную задачу но смысл этого изомонодромного параметра на самом деле не очень ясно вот и вот четвертый некоторый пункт который как отдельный некоторый сюжет но который я может быть затрону если будет время и желание это какие квантовые системы то есть какие системы типа козет получается при при квантовании регулярных задач вот собственно давайте наверное сегодня я попробую рассказать про немножко фазовое пространство на примере и регулярной особенности с полюсом порядка 2 вот ну вообще общая стратегия для всего вот это для всей этой задачи она на самом деле следующее что мы более-менее знаем что для уравнений пины 2 точнее не более-менее мы вообще знаем существует некоторая процедура под названием конфлюенция то есть у нас есть есть у нас есть уравнение 5 который может быть получено некоторым формальным переходом с малым параметром то есть это некоторая замена координат более того это некоторый такой симплектоморфизм который зависит от маленького параметра который мы стремим к нулю вот и на самом деле так мы можем восстановить все шесть уравнений пенливе с помощью некоторых симплектоморфизмом зависящих от малого параметра вот и более того это там можно расширять на какие-то там вот если это d8 тут будет пенливе 3 d7 d6 и так далее но в общем то в принципе основная схема которая нас интересует это вот которая нарисована черным то есть мы знаем что уравнение можно спросить я прошу прощения как d8 потом d7 потом d6 мне казалось у d6 больше параметров чем у d7 у d8 нет параметров до 7 один параметр ну то есть ну то есть на самом деле порядок спасибо да тут значит d6 d7 d8 вот так вот должно быть нет наоборот вы только что сказали да андрей нет нет d6 d7 d8 все правильно d6 d7 d8 ну хорошо ну в общем да дело дело на самом деле не в этом обсуждать мы будем наверное вот в основном вот эту схему то есть без вот собственно вот синим нарисованы некоторые армификации которые говорите не особо хочу а вот все черные стрелочки ну кроме последний это как бы такие нормальные конфлиенции то есть они связаны не с тем что мы как-то меняем явление стокса в регулярной особой точке а именно вот черные стрелки не эквивалентны тому что мы сливаем особенности то есть вот они там вот эти стрелки они соответствуют некоторой процедуре под названием конфлиенции то есть если мы возьмем d6 это задача четырьмя особыми точками а далее мы там устроим некоторый предел для изомонодромной задачи что у нас там одна из точек стремится к другой мы получим изомонодромную задачу для пенливе 5 теперь вместо четырех простых особых точек четырех простых полюсов в случае пенливе 5 мы имеем ну там две простых особенности например в точке 0 и t и до бесконечности мы имеем и регулярную особенность ранка план каре давайте подумаю ранка план каре 1 я прошу прощения а каким образом мы двигаем полюса ну вот понятно что как мы получаем 6 пенливе 5 у нас один полюс подвижный а вот как мы например получаем из 5 3 то есть мы слили две точки у нас все как бы особенности стали неподвижными они в нулевые единицы бесконечности это миобиусом двигается или как ну вы преобразование миобиуса можете любую точку подвинуть в какую-то произвольную точку под названием и стремить ее уже к чему-то то есть да в случае когда как бы не хватает точек произвольных как в коннектором смысле мы соответственно используем преобразование миобиуса вот ну и собственно вот данная схема и данная процедура она на самом деле дает некоторую такую возможность рассмотреть эту процедуру в общем случае то есть как бы утверждение наверное основное которое я буду пользоваться это следующее что при конфлюенции сумма порядков полюсов не меняется то есть здесь у нас было четыре полюса первого порядка мы слили у нас получилось там два полюса первого порядка плюс один полюс второго порядка это в некотором смысле эквивалентно следующему утверждению любую и регулярную систему можно получить как конфлюенцию фуксовой вот это как бы такой момент на самом деле с одной стороны вроде бы очевидно с другой стороны может быть и не очень но в общем вот этим утверждением и все таки будем как-то более-менее его использовать и наверное принимать на веру вот и далее давайте рассмотрим пример когда у нас была фуксова система с n точками и мы возьмем какие-то две точки и просто сделаем процедуру конфлюенции вот ну то есть что это значит давайте рассмотрим связанность фуксовую так сразу выделим две точки то есть у нас есть некоторые фуксовые точки плюс у нас еще есть некоторая точка w некоторая точка в маленькой вот опять же что 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 мы более-менее знаем знаем что вот каждый каждый вычет он принадлежит своей к присоединенной орбите и в некотором смысле давайте я явно напишу скобку по сона для для каждого вычета то есть что 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 у нас есть у нас есть скобка ну точнее давайте я пока буду писать скобку ли пуассона скобка это вот какая мы берем аите тензор на ажите и вот такая в такой тензорной записи вот скобка ли пуассона для ну там коалгебры ли она будет следующая вы берете некоторую матрицу r и берете ее коммутатор с матрицей а и а в разных точках у вас вычеты коммутируют вот матрица r это такой квадратичный каземир то есть если мы нашли некоторые некоторые ортогональные базис и это то это просто будет там альфа я альфа тензор я альфа ну в случае опять же желен r это просто матрица перестановки да там по-моему это е и ж кросс е ж и это то есть надо понимать что тут это не совсем какая-то r матричная структура со спектральным параметром как мы обычно привыкли ее видеть а это просто некоторая запись тоже через r матрицу на самом деле ну скобки липос см вот что мы хотим сделать вот что мы хотим сделатьommen сделать конфлиенцию и посмотреть вообще говорят о а то как 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 изменится скобка фассона как изменится граница как общее что нет явно как изменится один форма деформационные вот для начала как мы делаем вообще говоря конфлиенцию Ну, конфлиенция у нас будет следующая. Я хочу, чтобы точка V стремилась с точки W, однако я не хочу терять деформационные параметры. То есть, если подумать вот об этой системе, которая написана здесь, и пока что не думать о том, что есть преобразование Мебиуса, то у меня существует вообще говоря ион различных времен. Это все уитые плюс W и просто V. И поэтому после конфлиенции хотелось бы, чтобы вообще говоря количество времен не изменялось. Вот. Для этого мы делаем следующее преобразование, что у нас V равняется W плюс T1 умножить на эпсилу. Ну, и далее понятно, и более того, уиты они не меняются, и W оно тоже не меняется сам по себе. Вот. Что происходит со связностью? Ну, со связностью происходит только то, что вот эти два слагаемых каким-то образом начинают меняться. А вот эта часть, она остается неизменной. Вот. Что мы получаем? Мы получаем, что B на лямбда минус W плюс C на лямбда минус W минус T1 эпсилу. Это как бы хотелось бы что сделать? Хотелось бы сделать некоторый предел при эпсилу, стремящемся к нулю. Однако хочется, чтобы этот предел дал нам в итоге не полюс первого порядка. То есть наивно, конечно, мы могли бы подумать, что это станет B плюс C разделить на лямбда минус W. Вот. Но ничего нового интересного мы, конечно, бы не получили. Поэтому помимо того, что у нас как-то времена начинают зависеть от этого эпсилу, мы хотим, чтобы еще и вычеты начали зависеть от эпсилу и зависеть каким-то нетривиальным образом, чтобы при таком пределе у нас возникал, вообще говоря, полюс второго порядка. Вот. Ну, давайте перед тем, как понять, как надо раскладывать, как B и C должны зависеть от эпсилу, немножко перепишем это выражение. Вот. И напишем его следующим образом. А далее, то есть, ну, понятно, что произошло, мы просто вынесли лямбда минус W за скобки, и теперь все, что мы хотим сделать, это разложить данную функцию по параметру эпсилу, так как он маленький, и посмотреть, что вообще произойдет. Ну, если мы разложим это дело по эпсилу, мы получим следующий ответ, что у нас при лямбда минус W будет W плюс C, как мы изначально и написали. А в следующем порядке мы будем иметь вот такое выражение. Эпсилон T1 умножить на C и разделить на лямбда минус W в квадрате. Плюс далее у нас будут какие-то коэффициенты порядка эпсилон квадрата. Вот. И вот посмотрев на это, да, видно, что в случае, если мы решим, что C у нас раскладывается как 1 делить на эпсилон АН минус 1, 1 плюс что-то, мы получаем, что вообще говоря, после такого предела у нас остается поле второго порядка. Это понятно или нет? Что я делаю? Ну, хорошо. Значит, понятно. Вот. И, собственно, единственное, что мне теперь нужно более-менее урегулировать, это то, чтобы существовал еще предел вот этого выражения B плюс C. А это значит, что матрица B, функция B, она должна начинаться тоже раскладываться по эпсилону, тоже начиная с 1 делить на эпсилон, умножить на АН минус 1, 1, но со знаком минус, так, чтобы B плюс C начиналось с эпсилону в степени 0 на что-то. Ну, в итоге давайте напишу формулу. То есть, что мы имеем? Мы имеем, что у нас была некоторая связность. B разделить на лямбда минус W плюс C на лямбда минус V. Далее мы делаем некоторую замену. В плюс эпсилон. T1, B равняется 1 делить на эпсилон. Давайте я немножко уменьшу количество индексов. И в итоге, сделав такую замену и взяв предел эпсилона, стремящимся к нулю, мы получаем, что наша связность, она становится вот такой. У нас фуксовая ее часть не поменяется. Все предыдущие особенности. А локального окрестности особенности W мы получим, что связность станет вот такой. у нас будет вычет в этой точке. B0 плюс C0 – это коэффициенты при нулевой степени в разложении по эпсилон. Плюс еще у нас будет некоторая матрица А1, умноженная на T1, которая будет как раз-таки ведущим членом в разложении в окрестности точки W. И таким образом мы видим, что такая формальная процедура нам дает из некоторой фуксовой системы, некоторую регулярную систему в точке W. Вопрос, который хочется задать, это… Какие вопросы хочется задать? Ну, во-первых, а что происходит с деформационной деформой? Ну, опять же, если мы рассмотрим такой же предел, то, если мы это так аккуратненько посчитаем, мы получим, что на самом деле деформационная 1-форма имеет конечный предел. То есть при эпсилон, стремящемся к нулю, даже несмотря на то, что разложения имели отрицательные степени, эпсилон у нас опять все будет хорошо. Ну, и вот результат такого предела будет следующий. Опять же, фуксовая часть у нас не поменяется, а нефуксовая часть станет вот такой. Так, T1, A1. Окей. И вот этот A0, это, собственно, B0 плюс C0. Вот. И, собственно, опять мы можем написать из монодромной деформации для такой системы. То есть у нас есть нормальный предел для связанности, у нас есть нормальный предел для деформационной 1-формы. и, соответственно, у нас появятся некоторые уравнения. Вот. Ну, если пристально приглядеться на вот эти слагаемые, которые у нас получились, то мы заметим, что на самом деле это не что иное, как производная от нашей связанности A, которая получилась по соответствующему деформационному параметру и проинтегрированная полянта. То есть, грубо говоря, опять это нам подсказывает, что, в принципе, у нас, как обычно, уравнения нулевой кривизны они будут иметь вот такой вид. То есть у нас есть D по U и T от A минус D лямбда от омега плюс коммутатор A от лямбда, A с омегой равно нулю. Да, но как бы в фуксовом случае как у нас было? У нас было, что вот этот вот член D лямбда от омега, он убивался частной производной от A по деформационным параметрам. И в данном случае вот такой феномен, он будет сохраняться. То есть реально уравнения на матрицы, которые у нас вот здесь вот сидят, они будут записываться в каком-то таком, ну, давайте я, не знаю, напишу немножко неправильно, но тем не менее, что это будут какие-то… Если мы будем брать, ну, как бы полный дифференциал минус частная производная и применять это к A, то это будет, опять же, коммутатор A с нашей деформационной одинформой, что намекает на то, что опять мы имеем дело с некоторой такой структурой на КО при соединенных орбитах. Ну, собственно, главный вопрос, который здесь стоит задать, ну, хорошо, есть у нас некоторые разложения по эпсилам, мы получили две какие-то матрицы. Первая матрица – это A0, которая была при лямбда минус W. Вторая матрица – это T1 на A1 при лямбда минус W в квадрате. Вопрос, который хочется задать, это какая полосонова структура на вот этих матрицах. Ну, соответственно, A0 с A0 и A1 с A1. Вот. Для того, чтобы… Ну, я не знаю, давайте я задам вопрос, стоит ли это явно считать или можно просто сказать результат и сказать идею доказательства? Ну, вы можете сначала идею сказать, но, может быть, полезно это считать. Вот. Окей. Ну, в общем, на самом деле, если вот этот пример аккуратненько посчитать, то мы получим следующее, что у нас полосонова структура, которая получается на вот этих матрицах, она имеет следующий вид, что если мы возьмем A0 и A0, тензорную скобку, то это будет опять та же самая R-матрица, которая была в предыдущем случае, квадратичный Казимира для той алгебры Ли, с которой мы имеем дело. Коммутатор с A0. Далее, что еще у нас есть? У нас есть A0 и A1, и полосонова структура будет записываться таким образом. Теперь мы видим, что A1, он как бы сдвигает индекс на единичку. Ну и A1 с A1 – это последнее коммутационное соотношение, которое нас может интересовать. Он просто равно 0. То есть, если присмотреться к этой полосоновой структуре, то на самом деле эта полосонова структура не просто взята оба откуда, а видно, что у нас есть некоторая градуированная скобка. То есть, если, грубо говоря, мы возьмем AIT с AJ, то скобка полосона будет записываться как R-матрица, коммутатор с AI плюс G. И если I плюс G меньше 2 и равна 0, если I плюс G больше либо равно 2. Вот. И такая скобка на самом деле – это скобка Кириллова. Не скобка Кириллова, а скобка Липуассона. Для усеченной алгебры петель. То есть, что имеем в виду? То есть, у нас была некоторая алгебра Ли. Далее мы взяли алгебру петель с некоторым спектральным параметром Z и факторизовали по Z в квадрате равно 0. Это будет некоторая конечная алгебра Ли. И вот если мы напишем скобку Ли и Пуассона для этой алгебры Ли, то мы получим, что это как раз таки будет вот такая вот скобка Пуассона. Как доказывать? Ну, на самом деле, доказательство довольно, как сказать, straight forward. Вот. А именно, что необходимо сделать следующую вещь. У нас изначально было три коммутационных соотношения на матрице А, Б и С. Мы знали, что там матрица С. Ну, давайте я в координатах запишу. С альфа и С бета. Альфа и бета – это некоторый базис нашей алгебры Ли. Их скобка Пуассона – это скобка Кириллова. Соответственно, для матрицы Б мы имеем такую же Пуассоновую структуру. Ну и между собой они коммутируют. Это для любых альфа и бета. Вот. Идея в том, что теперь мы должны просто взять и подставить эпсилон разложения в эти выражения, в скобки, которые я только что написал. И далее просто приравнять некоторые… То есть у нас будет разложение по эпсилон слева, разложение по эпсилон справа. Мы просто получаем некоторые Пуассоновые соотношения на все коэффициенты, вообще говоря, этого разложения. Не только на минус первый, на нулевой, мы вообще имеем какое-то огромное количество по Ассоновых соотношений на вот эти коэффициенты ряд. И если мы возьмем коэффициенты для всех трех равенств при эпсилон минус второй, при эпсилон минус первый, при эпсилон нулевой, из них мы сможем явным образом выразить скобки на, соответственно, А0, который равняется В0 плюс С0, и на А1. Вот. Ну, давайте, наверное, все-таки попробую хотя бы частично доказать. То есть понятно, что вот скобка для А1, которая была написана здесь, она получается проще всего. Почему? Ну, давайте возьмем первое равенство, которое у нас здесь есть. Если мы подставим место С альфа теперь 1 делить на эпсилон 1 альфа плюс С0 альфа и так далее, то левое слагаемое, оно вообще говоря, квадратичное. Да, поэтому оно будет начинаться с 1 делить на эпсилон в квадрате, и здесь у нас как раз-таки будет стоять скобка А1 альфа с А1 бета плюс что-то. А справа у нас стоит линейное слагаемое по С, поэтому начинаться оно будет, конечно же, с 1 делить на эпсилон. Ну, да, надо минус суммы. Так, давайте я аккуратно напишу. 1 делить на эпсилон А1 гамма и так далее. Да, и мы видим, что так как слева у нас нету, соответственно, членов порядка 1 делить на эпсилон в квадрат, то единственная возможная ситуация в данном случае – это что А1 просто коммутирует с собой для любых альфа и бета. Если мы подставим такое же разложение в, соответственно, второе равенство и в третье равенство, мы получим ровно такой же результат. Да. Соответственно, далее, опять же, получая некоторые там паосоновые соотношения на остальные коэффициенты, мы можем их так собрать некоторым образом, что мы получим вот те самые паосоновые соотношения, которые я написал на предыдущем листе. Нужно ли все-таки доказать еще что-нибудь? Или идея понятна? Ну, мне понятно, в общем, так. Ну, да, в общем, скорее, скорее, можно. Ну, в общем, понятно, да, но если что, все могут задать вопросы. Вопросов нет, тогда давайте дальше. Ну, то есть мы получили некоторую паосоновую структуру, и на самом деле вот эта паосоновая структура, она более-менее уже ранее там была известна, в некоторых работах. То есть, во-первых, есть работа Чернякова, в которой он написал некоторые подобные конфлиенции только для модели Гаден, да, и получил такую скобку у Асона. Но более того, это там было еще как-то более-менее известно, если взять книжку Фадеева и Тахтаджана, там это каким-то некоторым образом написано. Вот, у Короткина в статьях это есть, то есть это некоторый фольклорный результат. Вот, давайте, наверное, у меня осталось полчаса, да, сегодня. Тогда, ну, давайте, наверное, и я скажу пару слов про эту скобку у Асона. То есть, действительно, мы получили, что там из фуксовой системы мы получаем вот эту вот липу Асоновую структуру, когда у нас две обычные алгебры Ли сливаются в некоторую одну усеченную алгебру петель. И, в принципе, для утверждения, наверное, теорема такая, что если у нас есть ирегулярная точка ранга Пуанкаре, n, тогда мы можем задать пуассоновую структуру на коэффициентах разложения в окрестности этой точки как ко присоединенную орбиту для усеченной алгебры петель в степени n. То есть мы берем алгебру Ли, берем алгебру петель и факторизуем ее по z в степени n, g, z. И если мы возьмем там ко алгебру, то скобка Ли Пуассона это как раз-таки будет та самая скобка, которую мы можем использовать для того, чтобы описать ирегулярную орбиту. Нерегулярная, а, грубо говоря, базовое пространство в окрестностях ирегулярные особые точки. Да, ну, собственно, такие алгебры, вообще говоря, называются алгебрами Токифа. Вот. И, ну, если вообще подумать о такой алгебре, то есть, грубо говоря, у нас мы можем в самой алгебре ввести некоторые базис теперь x там, альфа n, который будет, ну, x альфа, где это базис для алгебры Ли, умножить на z в степени, давайте n плохо, z в степени k. Вот. Соответственно, спаривание с, точнее, лучше сказать, что вот алгебра, которую мы там назвали же n, назовем же n, это просто алгебра вот таких вот, ну, то есть, понятное дело, что базис состоит из таких элементов, где k пробегает от нуля до n-1. И тогда ko-алгебра, же n со звездочкой, мы можем ее себе представить как некоторые ряды Лорана, то есть, это некоторые матрицы А от z, которые начинаются с z в степени n, а n плюс и так далее, а 0 разделить на z. Вот. И спаривание между алгебрами дается вот некоторой такой формой, что если мы возьмем там a из g со звездочкой n и b из g, то спаривание – это просто будет след вычета, ну, да, в точке z равно нулю, произведение a умножить на b. И соответствующая скобка Ли-Пуассона, она будет иметь следующий вид, что если мы возьмем аитое на ажитое, это коэффициенты нашего, ну, коэффициенты элемента из ko-алгебры, тогда скобка Пуассона тензорная равняется r-матрице вместе с единичной матрицей тензорной на i плюс g в случае, когда i плюс g меньше, чем n, меньше либо равно n. Наверное, здесь где-то n плюс 1 должно было быть. Ну, ладно. И, соответственно, 0, если i плюс g больше, чем n. Вот. Ну, это также было там, не знаю, написано в работах Болча. Ну, и, как я уже сказал, Короткин, Черняков и другие. То есть, теперь вместо того, чтобы рассматривать, ну, грубо говоря, обычные орбиты, мы рассматриваем некоторые орбиты вот таких вот алгебр, и, собственно, мы можем прямо в явном виде написать скобку Пуассона для них. Вот. Другой вопрос, что предыдущий пример нам показал некоторую довольно занятные феномены, а именно, что теперь у нас появилась некоторая явная зависимость от времени в коэффициентах разложения в окрестности особой точки. То есть, ранее у нас все времена это были какие-то положения полюса, а теперь у нас есть еще и явная зависимость от времени. Ну, и, собственно, несмотря на то, что мы, грубо говоря, вот то, что я написал на этом листочке, более-менее было известно ранее, как устроена коприсоединенные орбиты для таких алгебр, как параметризовывать регулярные особые точки, непонятно было, а где вообще здесь должны сидеть времена. И частично, да, используя конфлюенцию, мы на этот вопрос уже ответили. То есть, времена начинают сидеть как коэффициенты в этой алгебре. Но пока что непонятно, что они значат. Вот перед тем, как перейти к временам, последний вопрос про конфлюенцию, который я ранее не как-то не обсудил, то есть мы поняли, что есть предел для связности, есть предел для деформационных уравнений, и есть предел для скобки Пуассон. Что еще нам осталось, это нам осталось понять, а как вообще меняются гамильтонианы при такой конфлюенции. Соответственно, нам нужно посчитать некоторый предел для гамильтонианов. То есть у нас были фуксовые гамильтонианы, ашиты, теперь у нас есть некоторый набор H1, Hn-2. Есть еще гамильтониан, который соответствует деформациям, связанным с положением регулярной особой точки. Есть еще гамильтониан, который соответствует вот этому регулярному времени, который теперь сидит в коэффициенте разложения в окрестности точки W. Ну, опять же, нельзя просто взять гамильтонианы, которые у нас были, и посчитать их пределы. Для начала нам нужно, на самом деле, предел мы считаем не для гамильтониана, а для расширенной симпликтической формы. То есть для фуксовых изомонодромных деформаций мы имели, что у нас симпликтическая форма, это была скобка Константа-Кириллова-Сюрье для орбит в каждой точке, плюс еще, так как это не автономная гамильтоновая система, у нас были кусочки, связанные с гамильтонианом, D-U-I-T, D-H-I-T, ну и так как мы их обозначили отдельно, D-W-D-H-V и D-V-V-H-D-H-V. Вот, что происходит при конфлюенции? Ну, теперь у нас V на самом деле меняется на W плюс εT1, и наша расширенная симпликтическая форма, да, мы уже поняли, как поменялась фуасонова структура на коэффициентах связности, то есть здесь будет какая-то новая фуасон-ли структура или там скобка Константа-Кириллова-Сюрье. Неавтономная часть симпликтической формы, она станет вот такой. Ну, опять же, фуксовая часть никак не поменяется, а вот регулярная часть у нас поменяется довольно сильно, то есть у нас D-H-W плюс H-V, это станет гамильтониан, который соответствует времени W, а гамильтониан, который соответствует и регулярному времени T1, это будет D на εH-V. То есть пока что мы сделали, мы в форму, мы подставили только что, W равняется, мы подставили замену переменных для деформационных параметров, и теперь, чтобы найти вот эти два гамильтониана, H-W и H-T1, нам необходимо сосчитать вот пределы таких комбинаций, то есть, во-первых, это H-W плюс H-V и εH-V. Ну, надо сказать, что по отдельности эти пределы на самом деле не существуют. То есть при ε, стремящемся к нулю, там, например, H-W или H-V сам по себе, они стремятся, ну, они вообще расходятся. Потому что, ну, это понятно, потому что если мы предполагаем, что вот такой предел существует, это уже как минимум значит, что H-V стартует с 1 делить на ε что-то. Вот. Ну, и, соответственно, на самом деле понятно, что фуксовые гамильтонианы, они тоже как-то зависят от B, зависели от B и C, и они тоже должны иметь хороший нормальный предел. Вот. Но если с фуксовой ситуацией все более-менее ясно, то есть что мы имели? Мы имели, что H-I-T, это было вот что. Давайте там и не равно V или W. Это были следы АИТО с АЖИТОМ. УИТО минус УЖИТО. Там уже не равно I, и от 1 до N минус 2. Эти части останутся неизменными, потому что АИТО и АЖИТО никак не меняются. Они там могут как-то поэписалам раскладываться, но раскладываются в ряд Тейлор. Плюс у нас были кусочки, которые трейс АИТО с С на УИТ минус В плюс трейс АИТО Б на УИТО минус W. И если мы... Давайте я это скопирую. Если мы посмотрим на вот эти два слагаемых, то на самом деле мы опять же получаем вот какую ситуацию у нас трейс АИТО на С разделить на УИТ минус W минус эпсилон Т1 плюс В разделить на УИТ минус W. Опять же, если мы разложим все по эпсилон, то мы получим, что Гамильтониан станет вот таким. АИТ на А0 разделить на УИТ минус W плюс АИТ на А1 на Т1 разделить на УИТ минус W в квадрате. То есть опять же мы имеем, что фуксовые Гамильтонианы, которые соответствуют фуксовым особенностям, они не меняются, они также записываются как вычет. Точки лямбда равняются УИТ от квадрата связности. Ну, хорошо. Это более-менее легко. Если мы посмотрим на Гамильтониан теперь HW, новый, который предел при эпсилон, стремящемся к нулю от HW старого плюс HW, то его тоже, на самом деле, не очень трудно сосчитать. Почему? Потому что нам нужно взять некоторый предел при эпсилон, стремящемся к нулю от крейс АЖИТ вместе с C на W минус V плюс Сейчас, прошу прощения. То есть мы хотим посчитать предел для следующего выражения. Это будет сумма от ну, везде трейса, естественно, АИТ В на W минус W минус УИТ плюс АИТ на С В минус УИТ. Вот. И от единицы до N минус 2. Вот. И опять же, мы получаем, собственно, тот же самый предел, как и в прошлый раз. И предел Гамильтаниана довольно просто считается. Это будет трейс АИТ А0 на W минус УИТ плюс точнее минус Т1 на А1 W минус УИТ в квадрате G минус чем N минус 1. То есть, опять же, что нужно, о чем тут нужно думать? Я по-честному не посчитал этот предел, я его просто написал, но суть в том, что как бы, когда у нас есть регулярная особенность, у нас появляются два Гамильтаниана. вот этот H W отвечает за деформацию, которая связана с тем, что мы меняем положение полюса, но уже полюса второго порядка. И, опять же, если пристально посмотреть на вот это выражение, которое получается в пределе, у нас Гамильтаниан все равно можно записать как некоторый вычет в точке W от квадрата связности. Но, на самом деле, с Фуксом, как бы, с Гамильтаниан можно сказать, что данное утверждение, оно тоже было более-менее известно, то есть, все Гамильтанианы, которые связаны с положением особенностей, они всегда пишутся в таком виде, будь то регулярная особая точка, то есть полюс первого порядка, будь то и регулярная особая точка, полюс любого порядка. Более сложной является ситуация, когда мы хотим написать Гамильтаниан для вот и регулярного времени, для Т1. Вот. Что тут для вот такого Гамильтаниана? Если мы этот Гамильтаниан напишем, это было что-то вроде АИТа на С разделить на В- УИТа и меньше, чем Н-1. но плюс еще у нас был кусочек, который смешивал две этих точки. То есть у нас здесь было вот, что у нас было В- Умножить на В- умножить что? На С умножить на В. В чем на самом деле проблема? Проблема в том, что если мы посчитаем и мы умножаем все это дело на Эпсилон, и мы хотим сосчитать предел. Вот первая часть Гамильтаниана, которая здесь написана, она будет вести себя хорошо. Почему? Ну, знаменатель будет себя вести как В- Уитэ плюс Эпсилон что-то, что в принципе не важно. Почему? Потому что числитель Аитэ ведет себя как О малое от единицы, когда С ведет себя как 1 делить на Эпсилон А1 плюс что-то. И если мы домножаем на Эпсилон, то вот эти Эпсилоны сокращаются, и мы имеем некоторое регулярное выражение, предел посчитать можно, мы просто отбрасываем Эйлоровскую часть и смотрим постоянный коэффициент. А если мы рассмотрим вот этот кусок Гамильтаниана, то мы видим, что делая преобразование В равняет как Эпсилон Т1, знаменатель умножается на Эпсилон, то есть они сокращаются. А вот каждая из матриц СБ ведет себя как 1 делить на Эпсилон. И в итоге мы имеем, что вообще говоря, Гамильтаниан, вот это разложение до предела, оно начинается с 1 делить на Эпсилон в квадрате. И по-хорошему предела существовать не должно. Однако хитрость тут заключается в том, что на самом деле если мы распишем наш Гамильтаниан по степеням Эпсилон, то есть мы должны получить что-то вроде 1 делить на Эпсилон на что-то плюс 1 делить на Эпсилон в квадрате, точнее, плюс 1 делить на Эпсилон на что-то плюс какой-то кусочек H0 и плюс О от Эпсила. То как бы ну в принципе предел мы сосчитать не можем, однако получается довольно забавная ситуация, что вот эти коэффициенты, которые стоят при отрицательных степенях Эпсилон первые мы посчитать можем очень легко, это 1 в квадрате, а здесь у нас получается еще что-то. Вот замечательным фактом является то, что на самом деле оба этих коэффициента являются казимирами. А раз они являются казимирами, значит, что они на самом деле по-хорошему, если мы высаживаемся симпликтический лист должны быть константы. А гамильтонян у нас всегда определен с точностью до константы, поэтому, конечно же, вот эти кусочки по отрицательным степеням Эпсилон мы можем просто отбрасывать и считать уже предел, который получается без вот этих степеней Эпсилон. Если посчитать этот предел, то мы получаем, что Эпсилон Н это будет вот эти вот казимиры плюс некоторое выражение, которое можно записать следующим образом. Это будет 1-2 вычет в точке лянда равно W от следа А в квадрате помноженного на лямбда минус W и поделенного на T1. Вот. То есть это уже предел, соответственно. Вот. И, соответственно, мы получаем, что предел мы посчитать можем, написать это в виде вычета мы можем, и более того, мы здесь можем увидеть просто спектральный инвариант с каким-то коэффициентом, зависящим от времени. Почему коэффициент от времени довольно важен в данном случае? Потому что, ну, понятное дело, что там спектральные инварианты, они как-то между собой должны коммутировать, это более-менее понятно, но в изомонодромном случае мы, конечно, хотим что-то большее, чем просто коммутативность, и нам нужные условия. Я пропал, кажется, подождем чуть-чуть, может, отъяснится. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Он сейчас зайдет ровно через минуту, у него ЧП с интернетом, сейчас все будет. Хорошо. Видно, да? Да, видно. Давайте я немножко это, потому что я довольно с какими-то техническими деталями сейчас, но, в общем, идея в том, что на самом деле при слиянии особых точек мы получаем, что у нас каким-то образом, каким-то некоторым специальным образом начинает связанность зависеть от дополнительных деформационных параметров, у нас появляются гамильтонианы, которые уже вычисляются не как гамильтонианы в фуксовом случае, а некоторым немножко более сложным образом. И идея в том, что на самом деле оказалась вот эта форма гамильтонианов, которая на первый взгляд кажется странной и которую руками довольно трудно доказывать, то есть догадаться до того, что первый член был Казимиром, это может быть было более-менее легко, а вот остальные кусочки оказались не такими простыми на первый взгляд. Но на самом деле все эти гамильтонианы, все эти пуассоновые структуры и то, как вообще регулярные задачи себя ведут, оно в некотором смысле также можно описать таким же универсальным образом, как и для фуксовых систем. Однако ситуация с каждым разом растет, как бы у нас становится сложнее гамильтонианы, у нас становятся сложнее связанности, однако там есть некоторый паттерн, по которому они выстраиваются при каждой конфлиенции. И соответственно, используя конфлиенцию, мы и доказали некоторые вещи, а именно что давайте я, наверное, сформулирую некоторые теоремы, которые вы, наверное, либо захотите услышать доказательства, либо нет. Давайте решим, что я расскажу в следующий раз. То есть первая теорема это про то, как связность зависит от ирегулярных параметров, то есть представим, что у нас вообще было много слияний, у нас появились какие-то параметры Т1, ТН, а они еще могли появиться в разных точках. вот одно из таких довольно интересных утверждений, что вот эти вот параметры, во-первых, там есть некоторые условия, оно зависит полиномиально от них, но более того, есть некоторые правила, по которым оно зависит, и это правило, оно эквивалентно следующей вещи, то есть если у нас локально в окрестности особой точки, там лямбда равняется W, у нас связанность раскладывается в у нас есть какой-то кусок ирегулярный, который мы ассоциируем с присоединенной орбитой вот этих алгебр Такифа, тогда у этой алгебры есть некоторый пуассоновый автоморфизм с некоторыми коэффициентами, и вот такое утверждение, которое мы доказали, что на самом деле деформационные параметры это в точности просто коэффициенты вот этих вот пуассоновых автоморфизмов, то есть в каком-то смысле надо это наверное себе понимать следующим образом, что если подумать о Фуксовой системе, как о том, что это просто некоторое вложение к присоединенных орбит обычной алгебры Ли там нескольких копий в большую алгебру петель, а дальше мы начинаем деформировать положение полюсов, то есть мы грубо говоря деформируем каким-то образом вот это вложение к присоединенных орбит в большую алгебру петель, то здесь это примерно то же самое во-первых мы вкладываем вот эту алгебру такифа как ну здесь плюс что-то коломорфное естественно неважно мы вкладываем ее таким образом но мы можем варьировать W точку в которую мы положили вот эту копий соединенную орбиту но более того у самой вот этой алгебры есть внутренние какие-то пуассоновые автоморфизмы которые выражаются вот через как раз таки деформационные параметры то есть это некоторые такое ну можно сказать я не знаю алгебраические или теоретико представленческое описание того как что такое вообще регулярные деформационные параметры вот ну другая теорема о том что там ирегулярные гамильтанианы которые соответствуют вот этим временам да давайте рассматривать что у нас есть вот эти t1 tn сосредоточены в некоторых точках они могут быть линейным образом с понятной некоторой матрицей mu n выражены через спектральные инварианты s1 s2 sn где спектральным инвариантом я называю ну вычет а в квадрате на лямбда минус w в степени i s и t в точке лямбда равняется w ну там пополам и след еще вот это некоторая следующая теорема то есть в данном случае как бы гамильтанианы они берутся не откуда-то не из разложений например решений за монотронной задачи в какой-нибудь точке коэффициента они явным явным выписываются как некоторые вариантные функции от связности вот ну ну и соответственно да наверное это вот две такие основные теоремы про классическую ситуацию ну более того там можно показать некоторые примеры да там для P5 P4 P3 и P2 вот ну и есть еще некоторый такой сюжет про регулярный КЗ а именно что существует некоторая теорема наверное имени Решетихина про то что если мы возьмем систему КЗ то это в некотором смысле квантование системы Шлейсенжера и ну вот теорема Решетихина гласит о том что если мы начнем искать квазиклассическое решение для этой квадатовой системы то оно будет выражаться через изомонодромную ТАУ функцию вот собственно зная гамильтанианы для регулярных систем теперь в обобщенном виде можно доказать такую же теорему для регулярного КЗ и в принципе наверное я могу это показать вот да мое время уже закончилось давайте наверное на этом остановимся сегодня да хорошо хорошо Продолжение следует...